Теперь об одном из самых ожидаемых проектов обозримого будущего. О масштабном фэнтези Warcraft по мотивам легендарной серии компьютерных игр. Проект обрастает все новыми подробностями. На прошлой неделе стали известны имена первых актеров, озвучены даты премьеры и начала съемок. А чуть раньше, во время фестиваля BlizzCon в Калифорнии, режиссер будущего блокбастера Дункан Джонс, известный по фантастическим картинам «Луна-2112» и «Исходный кот», рассказал о концепции фильма и представил несколько эскизов. О картине из первых уст узнал наш корреспондент Михаил Лисецкий. Рубрика «Игры в кино». Лучшие американские игры пекутся под калифорнийским солнцем. Лидер этой интерактивной долины – компания Blizzard. И дело даже не в многомиллиардных доходах, важнее огромный капитал доверия. Компании нужно только поманить, но ее зов тут же примчатся десятки тысяч поклонников. Среди посетителей седьмого по счету фестиваля BlizzCon фанаты Warcraft в явном большинстве. Эта серия стала визитной карточкой студии. Три стратегических хита, вышедших в период с 1994 по 2002 год, сформировали аудиторию, а последовавшая за ними онлайн-игра World of Warcraft породила уже целый социальный феномен. На пике популярности виртуальный мир «Азерот» населяло 12 миллионов геймеров. И даже выходя из игры, не все готовы выходить из образа. «Все это ручная работа. Программируемый посох, выделка хожи, шитье – все сам. На этот костюм я потратил шесть месяцев, и заодно сбросил 30 килограммов, чтобы больше походить на своего персонажа». О том, что Warcraft может стать фильмом, впервые заговорили еще 7 лет назад. Но грандиозный проект по разным причинам буксовал. Нынешний «Близкон» был призван расставить точки над «и». Картине дали зеленый свет и около 200 миллионов долларов бюджета. Режиссером назначен перспективный Дункан Джонс. Съемки под патронажем киностудии «Легендари» стартуют в Ванкувере в будущем феврале. «Перед нами очевидная, но оттого ничуть не легкая задача. Сделать фильм настолько классным, чтобы достучаться до сердец даже тех, кто не знаком с Warcraft'ом. Но в то же время наводнить ленту таким количеством деталей, подтекстов и сюжетных штрихов, чтобы и каждый из вас остался в восторге». Первоначально определенная на середину декабря 2015 года из-за возникшей коллизии с новым эпизодом «Звездных войн» передвинута на 11 марта 2016-го. На сегодняшний момент фильм существует лишь в виде концепта рисунков, но его предпроизводство фактически ведется уже десятилетия. Величественные 3D-локации игры World of Warcraft служат кинематографистам, раскадровками и, конечно, источниками вдохновения. «У нас постоянный информационный обмен с командой Джонса. Мы отсылаем им наши рисунки на темы, которые они просят, над которыми начинают работать. Причем для Джонса трудятся как игровые художники Blizzard, так и те, что работают над нашими фирменными CG-заставками. Запросы самые разные, начиная от элементов брони на персонажах и заканчивая огромными сооружениями. Именно мы задаем границы, показываем, как должен выглядеть мир игры и какие впечатления он должен дарить». Пожалуй, впервые в истории игровых киноадаптаций съемочная группа не просто профессиональна, но действительно увлечена экранизируемой игрой. Так, в качестве супервайзера по спецэффектам к проекту подключился заядлый варкрафтер Билл Вестенхофер, в реальной жизни обладатель двух премий «Оскар», последний раз отмеченной Академией в этом году за фильм «Жизнь Пи». «Когда я работал над Золотым Компасом в Лондоне, вся моя гильдия, естественно, продолжала жить по американскому времени. И что вы думаете? Я регулярно продирал глаза в два часа ночи. Мы штурмовали логово крыла тьмы». Таких геймерских историй немало и у режиссера Джонса. Но аудитория хочет в первую очередь услышать подробности сюжета. Думкам делится ими аккуратно. Пока точно известно лишь то, что картина расскажет о противостоянии. Рыцаря Андуины Лоттера с предводителем орков Дуротаном. Фабула ленты уведет нас к истокам противостояния Орды и Альянса, событиям самой первой игры «Варкрафт». Орки и люди. Причем для первых, как и в случае с расой Нави в Аватаре, будет разработан собственный киноязык. Первые игры серии были очень человекоцентричными. Хорошие люди, плохие орки. Но фильм, конечно же, должен показать обе правды. Герои есть на каждой стороне конфликта, и мы не будем искать правых и виноватых. Мы будем рассказывать историю. Уже после фестиваля объявлены результаты первых кастингов. В экранизации сыграют Бен Фостер, Тревес Финнел, известный по сериалу «Викинги», Пола Пэттон, блеснувшая в последние миссии «Невыполнима», и другие актеры из второго голливудского эшелона. Ставка не на звезд понятна. Во-первых, многие исполнители даже не появятся в кадре лицом, а будут отвечать за движения фэнтезийных персонажей, созданных с помощью мошен-кепча. Во-вторых, дополнительные факторы разогрева для проекта с такой фанатской базой просто не нужны. Для миллионов игроков погружение в мир Варкрафта стало уже чем-то большим, чем просто вечерним досугом. Вы совершенно правы, что World of Warcraft выигрывает от нашего общения, от того, что я, допустим, разговариваю о нём с вами. Это то, что делает игру сильнее. Именно поэтому у нас есть гильдии, совместные испытания в подземельях. Поэтому у нас есть BlizzCon. Я тут встретился с двумя игроками из моей гильдии, с которыми был знаком год, но никогда не видел вживую. У меня получилось вчера сходить с ними поужинать. Это было здорово. Раскрыть подробную информацию о блокбастере Варкрафт и показать первые съёмочные материалы авторы фильма обещают на фестивале BlizzCon будущего года.